В 1957 году я отправился в Москву. Там проходил фестиваль молодежи. Мне было 20 лет. Я собирался стать оператором-документалистом. В те времена у нас было совсем немного видеоматериала по Советскому Союзу. Союз был страной еще очень закрытой. И мне удалось организовать эту поездку. Я собирался снимать страну, Россию, все, что можно было там увидеть. И вот несколько дней я бродил по Москве, по улицам, снимая все подряд, все, что можно было. И как-то раз таксист, который меня вез, спросил, не хочу ли я попасть на киностудию «Мосфильм». Он там был знаком с каким-то главным электриком, который мог бы провести меня на студию. Я, разумеется, загорелся. Еще бы мне хотелось посмотреть, как снимают русские фильмы. И в этот день там шли съемки «Летят журавли». Снимали знаменитую сцену с лестницей, свадьбу, молодоженов. И я пристроился в уголке на площадке и наблюдал часа два, «Как снимают «Летят журавли». И я был потрясен. Меня потрясла эта камера, которая поднималась внутри лестницы и следовала за этой парой. И я был потрясен настолько, что именно в тот день я и решил стать режиссером. Это уникальное свидетельство французского режиссера Клода Ле Луша из фильма «Околотозы». Здесь важно то, что Михаил Константинович опять полон сил и работает, как в 20-е годы. Хотя он еще вряд ли догадывается, что делает главную картину своей жизни. Сколько лет прошло после выхода в свет Клодозовского шедевра фильма «Летят журавли». А все равно остается загадка. Почему именно он раньше всех остальных воскрес, вот теперь, как феникс из пепла? И почему уже навсегда смог начать говорить в полный голос? Может быть, утверждают авторы фильма о Клодозове, он просто вспомнил свою молодость и смог вернуться к себе, начинающему, но уже гениальному оператору? Скорее всего, они правы. Но мне кажется, что этот фильм давно уже живет своей собственной жизнью, отдельной от режиссерской судьбы. Я был настолько поражен кадрами из фильма, которые увидел, что, вернувшись в Париж, я позвонил Фавру Лебре, директор Каннского фестиваля в то время, с которым даже не был знаком. Он тоже не знал, кто я такой. И сказал ему, что вот, я видел в Москве фильм, потрясающий фильм. Я сказал ему, что видел фильм целиком, что было неправда, я видел 30-35 минут. Я сказал, что увидел великолепный фильм, что это лучший фильм, который я видел в жизни, который совершенно необходимо пригласить в Канны, потому что у него есть все шансы получить золотую пальмовую ветвь. Несколько дней спустя Фавру Лебре отправился в Москву, посмотрел фильм, включил его в программу Каннского фестиваля, и фильм получил золотую пальмовую ветвь. Что стоишь? А? Кому цветы домой дали? В общем, я очень гордился тем, что оказался одним из первых, кто оценил его талант. У меня было всего 20 лет, и действительно, когда он получил золотую пальмовую ветвь, я был так счастлив, словно это я ее получил.